итак продолжаем разбираться с мостами вот здесь было мосты позволяют выполнять логическую сегментацию трафика оставляя внутри сегментный трафик когда отправить или получатель в пределах одного сегмента в этом самом сегменте не передавая его в другой что делают на основании там таблицы содержимое таблицы здесь скриншот сделан на цисковском свече но на практике на выиском вы видели практически то же самое и даже команда дисплей mac адрес table в общем-то практически слова слова вместо шоу дисплей колонка с номером вилана mac адрес порт и тип записи тип записи статическая или динамическая динамическая создается свечом автоматически в процессе 2 мостом тоже в процессе работы по свойствам очень напоминает rp запись то есть также динамически создалась через некоторое время по истечении времени жизни будет удалена срок жизни записи в кам таблицы у хуавейских свечей на у цисковских впрочем тоже пять минут 300 секунд это довольно много особенно если сравнивать с рп кэшем где у клиентских систем записи живут небольшие десятки секунд запись может быть статической когда она руками создается времени жизни не имеет и будет удалена либо после перезагрузки если она не сохранилась в не сохранена в конфигурации либо может быть удалена руками же как и создана смысл создавать записи вручную особого нет поскольку это лишает возможности узлу стать мобильным то есть вы можете узел хост перетаскивать с места на место подключать его к разным портам свеча и свеч каждый раз будет учить на каком порту у него находится тот или иной хост всем или иным маком случае если маг задан статически этой возможности вы лишаетесь и при перемещении хоста придется каждый раз запись руками опять менять это не всегда удобно поиск в таблице естественно от скорости поиска зависит производительность моста или свеча для каждого полученного кадра нужно взять mac адрес получателя выполнить поиск таблицы и определить на какой порт его нужно передавать прямой перебор очевидно долго какая дихотомия потребует упорядоченной таблицы а значит добавление туда будет более долгим в результате используется хэш таблицы и поиск по кашу то есть место выделенное под камп таблицу достаточно большое размер записи ну естественно степени двойки не размер размер таблицы число записей естественной степени двойки но достаточно большое даже самый простой неуправляемый скажем 4 5 портовый коммутатор свеч который сейчас можно купить рублей наверное за 500 будет иметь размер записи ну скажем 2048 понятно что к нему в жизни не будет подключено 2048 хостов он этого не вынесет у него и портов столько нет хотя портов как раз можно добавить не портов к имеющимся портам можно добавить еще свечей то есть сделать такую гирлянду из свечей узлов то может и можно подключить но смысл уже не будет они своим трафиком это дохленький свеч подает то есть большая часть памяти в этой таблице пустая берется mac адрес в простейших неуправляемых мостах или свечах раз они неуправляемые виланы создать нельзя то есть берется mac адрес 48 битный с него считается какая-то какой-то хэш который используется в качестве номера строки в этой таблице то есть для того чтобы проверить на вхождение адреса в таблице достаточно сосчитать mac адрес хэш от mac адреса получателя и проверить одну единственную строку ходила сплетни не знаю сколько в этом право правда что простенькие самые дешевые длинки даже не хэшировали а просто в качестве индекса использовали последние три шестнадцатеричные цифры mac адреса последние три цифры это получается 20 12 бит и тем самым 4096 размер таблицы если свитч управляемые если дополнительно могут присутствовать виланы вилан тег можно использовать при хэшировании собственно вилан тег 802 один ку тег 16 битный но в нем 4 бита это приоритет и признак того что этот маг канонический не канонический либо признак того что этот маг этот кадр можно выбросить про тегирование попозже еще будет вот то есть собственно полезной информации там номер вилана всего 12 бит поэтому при хэшировании можно использовать 48 либо 60 бит естественно хэш должен быть меньше по размеру 2 в 60 степени это это дофига и такого размера таблицу такого объема память свечу никто ставить не будет раз так то у нас появляется возможность коллизии хэшей когда разные маки после хэширования имеют одинаковый результат то есть два хоста претендуют на одно и то же место в кам таблице это плохо типовая обработка такой ситуации кто первый успел занял запись трафик другого узла имеющего тот же самый хэш будет обрабатываться не не оптимальным образом то есть поскольку в таблице кроме собственно хэша который позволит найти нужную строку присутствует еще mac адрес приходит кадр с каким-то другим mac адресом хэш указывает на ту же самую строку строку но после проверки выясняется что mac адрес не совпадает тогда такой кадр обрабатывается в режиме трансляции то есть передается на все порты и свитч не ну и мост тоже не может выполнять свою основную задачу управление трафиком сегментирование трафика разделение трафика межсегментного и внутри сегментного и это плохо то есть результат вообще говоря может зависеть от того насколько от алгоритма подсчета хэша то есть на кого этот вопрос дополнительно заинтересовал на хабре есть статья в которой проводится экспериментальное сравнение эффективности вот этих вот алгоритмов хэширования когда взяли три свеча от разных производителей по моему три может быть четыре не больше и при примерно одинаковых позиционируемых и проверяется генерируется большой объем трафика от случайных маков проверяется насколько таблица в результате будет заполнена насколько часто случаются коллизии так дальше то есть отсюда факт который полезно запомнить это хэштейбл как способ организации кам таблицы возможность наличие некоторой вероятности коллизии и обработка трафика в режиме трансляции случай происхождения коллизии то есть передача на все порты кроме того с которым он пришел вот собственно режимы работы обучение трансляции фильтрации из этих трех два уже упоминались обучение и трансляции на данном слайде продемонстрирован процесс обучения режиме обучения мост и свеч вносят изменения свой свою кам таблицу то есть добавляют записи удаляют записи переписывают записи в данном случае ну видимо речь идет о собственно никаких видим тут прямо написано что это rp видимо хост а захотел пообщаться с кем-то пошвырялся у себя в рп таблицы не нашел мака получателя и генерирует широковещательный запрос destination mac fff широковещательные source mac вот этот его 0 1 2 3 4 а а узла а и содержимое рп отправляет свечу свеч принимает этот кадр проверяет адрес отправителя source mac считает проверяет соответствующую строку в таблице и обнаружить что она пуста то есть этот mac в таблице отсутствует переходит в режим обучения и вносит изменения добавляет запись содержащую информацию о том что вот такой mac содержится на таком интерфейсе для обучения можно использовать только адрес отправителя именно он содержит информацию откуда пришел кадр где находится получатель свеч пока не знает ну кроме того здесь еще есть и такой вот широковещательный кадр который в случае с которым не нужно знать где получатель получатель по определению везде поэтому свеч передает кадр на все порты кроме того с которого он пришел это трансляция трансляция передача трафика на все порты кроме того с которого он поступает трансляция используется в 3 случаях которые обозначают вот таким вот акронимом такой вот аббревиатурой вам broadcast 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 трафик естественно должен достаться всем всем и передается она умею не каст неизвестно где находящийся и не каст здесь для того чтобы гарантировать что кадр точно дойдет до получателя и опять же передают на все порты это очевидно не не оптимальный способ продвижения и от него может или свеч тут же откажется как только в таблице появится местоположение мак-адреса получателя и наконец м мультикаст мультикастовый трафик тоже может обрабатываться в режиме трансляции может вот это вот за или не может это зависит от того поддерживает или нет мост или свеч технологию которая называется айгин пи сну пинг айгин пи это интернет групп менеджмент протокол протокол управления группами групповым вещанием и если свеч поддерживает айгин пи и эта функция на нем включена то теоретически мультикастовый трафик будет передаваться только на те порты где находятся клиенты присоединившиеся к определенной группе и желающие получать трафик определенной группы там где клиентов нет передачи туда передачи вести не будет но если айгин пи сну пинга нет или он не включен мультикастовый трафик так же как и бродкастовый передается в режиме трансляции ну и вот на этом слайде тоже написано кадры назначены к неизвестному назначению флудятся флудятся это вот как раз транслируются передаются на все порты кроме того с которого пришел то есть вот это вот терминологии обучение трансляции фильтрация это опять следствие тех времен когда в русском эти терминологии еще пытались переводить и дальше следует ответ то есть хост c получив rp запрос генерирует rp ответ ответ юника ствый то есть destination mac содержит юника ствый мак адрес того кто спрашивал мак адрес узла а source mac ставит свой мак адрес начинка rp отправляет в сторону свеча свеч проверяет source mac адрес то есть считает хэш проверяет одну из строк обнаруживает что этого мака там нет переходит в режим обучения добавляет запись здесь появляется вторая запись содержащий мак 0 1 2 3 4 cc порт g 0 0 3 потом проверяет адрес назначение то есть снова считает хэш проверяет одну строку находит эту строку проверяет указанный там мак адрес с тем который указан в дистанейшн мак поле в заголовке эта проверка нужно чтобы обойти коллизию если она коллизию хэшить не ethernet коллизию если она вдруг произойдет если коллизии хэш и нет то есть маки совпали выполняется в режиме фильтрации или опять же буржуинский термин forwarding передача строго на один порт где находится получатель также в режиме фильтрации кадр может быть свечом отброшен если отправитель и получатель находится на одном порту то есть предположим что вот здесь вот к порту g 0 0 1 подключен еще и хаб и к этому хабу кроме хоста а подключен еще какой-нибудь хост d в этом случае трафик исходящий из а и из d хабом ретранслируется на все порты безоговорочно он на этой хаб и свеч а у себя в таблице запишет что есть условно 0 1 2 3 4 а а и какой-нибудь 0 1 2 3 4 d d и местоположение g 0 0 1 это нормально то есть то что с одним интерфейсом может быть связано несколько маков это нормальная ситуация если один из линков свеча например настроен как транковый то по этому трамку будет идти много трафика от разных то даже трамк сюда можно не мешать то есть если к свечу присоединить еще один свеч и там несколько хостов то трафик всех тех хостов между свечами идет по одному линку и у нашего свеча на том порту который в сторону соседа будет записано за много маков для хэширования используется именно маки в разных строках будут присутствовать одинаковые интерфейсы это нормально итак еще раз обучение режим в котором мост или свеч вносит изменения в таблицу добавляет удаляет переписывать трансляция используется для вам трафика бродка стова неизвестный уникастового неизвестный уникастовый это уникастовый маки которые отсутствуют в кам таблице и мультикастовый если выключен gmp snooping передается в режиме трансляции то есть на все порты кроме того с которого он пришел англоязычный термин флудинг и наконец фильтрация трафик для которого известно где находится получатель если получатель находится на другом порту отличным от того куда пришел трафик то выполняется forwarding передача кадра строго на тот порт где находится получатель если адреса отправителя и получателя связаны с одним и тем же интерфейсом в режиме фильтрации кадр так будет просто отброшен то есть именно режим фильтрации это то ради чего мосты и свечи создавались разделять внутри сегментный межсегментный трафик и уменьшать нагрузку на сеть жизненный цикл записи в таблицах то есть периодически свитч может получать кадры вот различных источников проверяет соус маг входит в таблицу или нет если нет переходит в режим обучения добавляет mac порт вилан time stamp временная метка вот это вот временная метка вот здесь вот отсутствует то есть вывод таблицы кам таблицы не показывает вам временную метку она где-то там свечи все равно хранится с тем чтобы по истечении времени жизни неподтверждаемых записей запись удалять это добавляется временная метка если запись уже есть проверяем соответствует ли порт и вилан также если не соответствует это вероятно говорит о том что этот mac адрес узел которому принадлежит этот mac адрес переместился то есть его переключили другой порт возможно принадлежащий другому вилану удаляется старая запись добавляется новое снова полный набор mac адрес порт номер вилана временная метка если совпадают порт и вилан значит хост находится на том же месте где был и в прошлый раз в этом случае просто обновляется метка времена то есть условно сбрасывается в ноль и начинает тикать снова к максимальному времени существования записи время настраивается также периодически производится с проверка записи находящийся в кам таблицы на истечение времени жизни те записи соответствующие маком которые не были не наблюдались в поле адрес отправителя в течение 300 секунд это те самые пять минут дефолтное время будут удалены это время настраивается и дополнительно видите здесь еще один момент если mac перемещается слишком часто это повод об этом записать журнал и сообщить конкретные критерии слишком часто надо смотреть документации я число сказать не могу сейчас то есть это в принципе нормальное поведение что mac время от времени перемещается между портами то есть компьютер гвоздями к полу не прибит вы можете переносить его из комнаты в комнату и подключаясь к разным портам но если это происходит слишком часто это подозрительно это может быть признаком того что в сети например образовалась петля большая часть сегодняшней оставшейся лекции будет касаться именно петель и что с ними делать все в этой презентации и и следующее 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 вот так и так если мы начинаем сеть наращивать то есть у нас увеличивается число хостов в ней поскольку у каждого свеча у каждого моста в число портов все равно ограничено для для подключения большего количества хостов придется число вот таких вот свечей увеличивать дальше для того чтобы их связать между собой понадобится еще какой-нибудь свеч если на вот этот свеч верхнего уровня иерархии всего один допустим у нас есть свеч только свеча то есть получается вот такая вот звездообразная структура самым запущенным случае можно сделать гирлянду когда свечи ци непосредственно со свечи соединяется свечом d а то свою шесть со свечом е в принципе такая схема работоспособна но ненадежно достаточно пострадать хотя бы одному из линков и сеть начинает разваливаться на несвязанные куски чтобы этого не происходило для повышения отказа устойчивости в сеть вводят избыточность то есть добавляют условно вот здесь вот на уровень выше еще один свеч здесь у нас уже начинает проклёвываться схема трехуровневая схема построения сети когда в сети выделяют в топологии уровень доступа уровень распределения или уровень агрегации и там выше будет уровень ядра уровень доступа предоставляет доступ хостом к сети то есть здесь ниже расположенных асты уровень агрегации или уровень распределения distribution layer предназначен для того чтобы объединять свечи уровня доступа между собой и сделать это по возможности отказоустойчиво то есть вы может быть обращали внимание в nsp 3700 свитч которым вы сделали уже кучу лап это такой вот типичный свитч уровня доступа у него 22 порта fast ethernet 100 мегабитных и два порта гигабитных и вот эти вот гигабитные порты как раз предназначены для того чтобы соединять такой свитч с свечами уровня распределения уровня агрегации поскольку пропускная способность этих свечей будет делиться уже между всеми хостами которые вот здесь вот снизу будут присутствовать естественно пропускная способность нужно повыше и их два потому что чаще всего свитч уровня доступа объединяется с двумя свечами уровня распределения и остальные точно также дополнительно можно добавить линков между свечами уровня распределения и у нас появится достаточно отказоустойчивая топология то есть любой из оборванных линков на участке между уровнями доступа и распределения не приведет к сбою поскольку есть еще один который ведет туда же на уровень выше и между свечами одного уровня уровня распределения тут тоже есть резервированные линке то есть можно оторвать скажем здесь первый линк а здесь 2 в результате у свеча c будет связь только со свечом b а у свеча d только со свечом а это не помешает им вот таким вот образом все равно данные передавать но проблема в этом что у нас появляется куча петель вот она то есть куча возможностей передавать данные по кругу и с этим нужно что-то делать свечи самостоятельно с этим не справятся какие грабли нас здесь поджидают во первых будут образовываться бродкастовая шторма бродкастовый шторм явление когда появив в сети существуют петли и появившийся широковещательный кадр в принципе не имеет возможности прекратить свое распространение допустим хост а сгенерировал тот самый рп запрос широковещательный кадр он поступил на свеч б свеч бы как и положено в режиме трансляции передает его на все порты кроме того с которому получил то есть на сторону свеча а и сторону свеча c рп запросов уже два каждый из а и c повторяет эту ситуацию эту операцию свеч c передает этот запрос в сторону б б счастлив он получил рп запрос играть там именно про него и спрашивают но потом придет вторая копия а свеча а на свечи c на наших вещать на и свечи точно также отправить ее в сторону б б получил вторую копию кадра одновременно с первую копию погонит в сторону свеча а копию пришедшую от свеча акции вторую копию погонит в сторону свеча б и эти широковещательные кадры будут бесконечно две копии навстречу друг другу бегать по кольцу и при каждом обороте свеч каждую копию будет дополнительно кидать в сторону хостов а и б это один единственный отправленный бродкастовый запрос приведет тому что две его копии бесконечно бегают по кольцу навстречу друг друга и при каждом обороте валятся в сторону хостов но хостов у нас сети больше чем 2 и рп запросы да и другие широковещательные запросы нет нет да возникают и у этих рп запросов нет широковещательных пакетов кадров нет никакого шанса эту почку разорвать доля широковещательного трафика в сети растет вот как раз говорят об этом широковещательном шторме и достаточно быстро пропускная способность линков будет исчерпана и юникастовый трафик просто не сможет нормально ходить то есть работа перестанет петля может возникнуть как в результате сознательного желания организовать резервирование в этом случае тот кто сделал петлю о ней заранее знает и может принять какие-то меры для ее устранения так и петля может возникнуть партозейство пользователей то есть живьем видел такой вот случай бойком расскажу когда стоит помещение в котором наставлены рядами столы и работает куча народу разводка сети питания и сети данных под фальшполом соответственно из пола торчат столбики на которых смонтированы силовые розетки и эзернет розетки и на каждом столбике 4 силовых розетки и 2 эзернет розетки один столбик обслуживает два стола число столов оказалось нечетным на одном из столбиков за и задействованы только половина то есть две силовых и одна одна эзернет розетка одна осталась пустая вот приходит сотрудник приносит свой ноутбук отключает эзернетовский шнурок от настольной машины втыкаясь ноутбук поработал эзернетовский шнурок отключает и вместо того чтобы засунуть его обратно в стационарную машину под стол лезть надо просто бросает эзернетовский шнурок на пол и уходит потом идет хозяйственный товарищ видит что валяется на полу эзернетовский шнурок непорядок подбирает видит рядом на столбике пустое зернетское гнездо и туда его втыкает готова петля для образования петли админ в общем то и не нужен и сервину попадать не надо можно сделать это и обычному пользователю поэтому меры борьбы с петлями в принципе в сетях нужно предпринимать даже в том случае если админ точно уверен что петель там нет нет сейчас потом могут возникнуть еще последствия нестабильность маков то есть режим трансляции используется для бан трафика то есть в том числе и для неизвестного юникаста хост а отправляет пакет для узла б где находится бы сейчас даже не совсем не важно важно то что кадр пришел от узла а свить бы у себя записал что 01234 а а находится на g 003 но где находится бы не известно хост бы поэтому свить бы в режиме трансляции передает этот кадр на оба своих порта g 002 и видимо g 001 вот сюда вниз и каждый из свечей а и c действует точно так же в результате б хост бы свой кадр конечно же получит а потом еще один то есть отсюда и через свеча также как в предыдущем слайде он получит две копии одного и того же кадра но при этом через некоторое время копия этого же кадра через свечи c и а вернется к свечу б на порт g 002 и вызовет перезаписывание записи свечи б удалить старую запись местонахождение хоста а на интерфейсе g 003 и перепишет о том что он находится на g 002 еще одна копия который обходит эту петлю против часовой стрелки свеча свеч цель через некоторое время придет сюда снизу и также может вызвать переписывание но сейчас этот маг будет связан уже с портом g 001 вот до тех пор пока хост бы не отзовется неизвестно где он находится эти свечи по кольцу гоняют уже юникастовый кадр у этого правда есть шанс прекратиться как только узлы узнает о том где находится б ладно свеч б но но до тех пор эти две копии также будут гоняться по кольцу теперь свеч бы ответил свечи цель принимает эту информацию себя записывает о местонахождении узла б теперь вот эти две копии которые гоняются по кольцу когда на они дойдут до c перестанут по кольцу бегать и будут отправлены в сторону бы все то есть местонахождение бы известно трансляция для этого кадра уже не нужно но что будет с ответным кадром где находится а вроде бы известно но пока эти кадры бегали по кольцу местонахождение а уже запуталась то есть я вам только что показал что на свече б запись в результате вот этого бегание по кольцу будет постоянно переписываться местоположение мака хоста а будет меняться между g 002 и g 001 встречаться в общем то то же самое то есть кадр может пойти как свечу бы непосредственно так свечу а если он попадет к свечу бы в тот момент когда у него в кам таблице присутствует запись о том что 01234 а находится на g 001 он этот кадр просто выкинет то есть когда кадр пришел на порт с мак адресом назначения таким же который сейчас связан с этим номером портал обычная фильтрация вот если он придет на в тот момент когда здесь запись 01234 а g 002 он не пойдет в сторону а он пойдет в сторону хоста он пойдет в сторону свеча опять нехорошо то есть зай в зависимости от того как наши случайности сложится кадр может быть отброшен может быть завернуть другую сторону и если хост а в этот момент еще что-то передавал не только бы но еще кому-то и так получилось что запись там правильная он с некоторой вероятностью может и достаться таки наконец получать то есть вот это вот нестабильность местоположения маков она тоже нехороша даже и не кастовый трафик может отбрасываться может перенаправляться куда не следует ну или если уж повезет туда куда надо итак последствия петель бесконечность циркуляция бродкастовых мультикастовых кадров для бродкаста и мультикаста шансов прервать вот эту петлю нет и с течением времени доля такого трафика будет на нарастать появление копий копий кадра в одной петле две копии если петель больше копий будет больше эти копии юник вот вот этот бесконечная циркуляция касается не просто одной копии кадра вот эти первый второй пункт наверное лучше было бы поменять местами циркулирует все копии которые получатся бродкастовый мультикастовый случае с юни кастами тоже возможно их циркуляция возможно отбрасывание кадров юникастовых не дошедших до получателя если на очередном свече неудачное содержимое кам таблицы и постоянное переписывание кам таблицы вот это вот постоянное переписывание будет очень быстрым в случае петли и как раз вот этот один из последних слайдов предыдущей презентации в этом случае свеч будет держать сообщение об ошибке и куда следует отправлять в целом нормальная работа сети при наличии петель не получится если даже какой-нибудь кадр достаточно случайно прорвется к назначению это не слишком поможет если мы не передаем что-то совсем маленькое который помещается в одном кадре для разрешения этой ситуации всего на все достаточно разорвать петлю то есть выключить один из портов это можно сделать руками на руками это плохо потому что в этом случае если где-то произойдет отказ об этом нужно сначала узнать потом сообщить админу админ придет и резервный порт резервный линк включит это долго в крайне хорошо чтобы это проходило происходило автоматически крайне желательно чтобы и петли обнаруживались и порты автоматически выключались разрывая петли так и случае отказов чтобы они автоматически включались обратно для этого был предложен ради перельман протокол стп спанинг 3 протокол который на русский переводит или протокол покрывающего дерева или протокол основного дерева название достаточно говорящие в сети содержащий петли а возможно и не одну несколько в результате работы протокола будет построена древовидная топология петель не содержащие связи с этим протоколом ходит еще и такая байка что вот этой вот даме она по моему еще жива для разработки протокола было выделено какое-то время что-то около недели по моему она достаточно быстро с этим справилась и оставшееся время потратила на то чтобы написать небольшую поэму этот протокол алгоритм его работы зарифмовал в принципе это стишок тоже гуглится если уж очень интересно итак смысл и конечная цель работы стп из сети построить содержащие петли построить дерево для этого сначала каким-то образом нужно выбрать свитч или мост который будет играть роль корневого и из которого будут расти ветки случае если здесь встречаются петли они будут устраняться то есть один из этих не корневых свечей свой порт выключен основной цель работы стп вот однако же сам процесс работы немножко посложнее и так для того чтобы выполнить эту задачу потребуется такая вот структура bridge протокол дает и юнит модуль данных мостового протокола на начальном этапе когда дерево еще только строится эти выпаду будут просто рассылать все свечи которые участвуют в процессе когда дерево уже построено выпаду будет рассылать только корневой свитч для подтверждения своего существования по-прежнему в сети а все остальные получая эту эту бы поду будут убеждаться в том что корневой свитч на месте все хорошо и ситуация под контролем и так вот этот самый бы подул структура в стп пакете передается вот в такой из капсуляций ethernet или лице стп ethernet destination прям был начальный разделитель здесь не изображены destination мак адрес соус мак адрес destination мак адрес вот он 0182 0000 destination мак адрес видите он мультикастовый это специальный мак адрес который выделен для работы именно стп протокола не только его такая вот особенная группа причем в уже известный вам способ образования мультикастовых маков 01005 е он не укладывается то есть это некий абстрактный мультикаст который не связан с ipv4 мультикастом api заголовка здесь нет далее соус мак адрес здесь будет мак адрес свеча это поле будет меняться длина тип то есть эзер тайп либо длина в случае с или ци заголовком здесь будет все-таки длина хоть через дробь т и показан потому что в лице заголовки для обозначения содержимым используется поле д сап сап и шестеричные 42 указывает на то что нагрузка здесь стп в стп располагается вот такая вот структура вот эта самая папа дух она здесь же и снизу приведена протокол айди два байта и в классическом стп содержимое их одни нули протокол вешен иди один байт опять же в классическом стп это тоже 0 выпаду тайп может тип выпаду может быть двух типов configuration выпаду и tcn topology change notification выпаду абсолютное большинство тех бы выпаду которые вы в стп пакетах будете видеть будут configuration выпаду и содержимое этого поля в этом случае опять же одни нули а tcn выпаду будет присутствовать только тогда когда в сети произошел сбой и нужно его устранить тсн выпаду передаются достаточно ограниченное время и после того как топология перестроилась снова будут сети будет присутствовать только configuration выпаду поле флага в классическом стп она очень простое она однобайтовая и из этих восьми бит используются только два на следующем слайде про них будет разговор дальше root айди идентификатор корня про то как устроен идентификатор моста в стп тоже будет на следующем слайде рпц root pav cost вес маршрута до корня как именно он считается тоже будет дальше bridge айди в результате работы стп будет выбран один особенный корневой свитч и его рут айди будет присутствовать в каждом выпаду но после его трансляции каждый из транзитных свечей будет вот это поле bridge айди обновлять на свое порт айди идентификатор порта через который ты был послан этот бы пуду она тоже будет каждый раз при трансляции обновляться дальше времена мы сэч эйч время существования вот это вот бы буду в сети двухбайтовое поле но мы сэч эйч каждым из свечей тупо наращивается на единицу две причины первое чтобы точно отсчитывать время существования нужно чтобы у каждого свеча было были достаточно точные часы и чтобы они у них у всех еще и были синхронизованы это сложно и для работы протокола это не так уж и важно и второе и стп достаточно старый протокол их и в те времена даже еще не свечи а мосты название даже видно это bridge protocol data unit тогда были двух портовые мосты между коаксиальными сегментами мосты были достаточно тормозными и на обработку бы пуду его про продвижение дальше тратилось довольно много времени и считалось что даже самый большой тормоз в то время за секунду управится поэтому без особых каких-то размышлений пакеты при ретрансляции вот это вот мы сейчас каждым свечом наращивается на единичку при том что современные свечи обрабатывают их конечно очень быстро так далее холода им так а максимум и максимальная максимальный возраст сообщений которые в принципе допустим дефолтное значение здесь 20 секунд 20 это величина накладывает ограничения на максимальный размер сети то есть каждый из свечей при ретрансляции мы сочи наращивать у кого последнего мы сочи становится равным 20 точнее так к нему вот скажем здесь корень отсылает выпаду с мы сочи ноль первой сторону 2 отсылает то есть считает возраст это прибавляет сообщение к возрасту единичку отправляется в сторону соседа у того мы сочи становится уже два то есть второй свеч в цепочке до истечения времени жизни максимум и готов ждать 18 секунд 19 в цепочке будет готов ждать одну секунду и следующий таймер хэлло таймер периодичность рассылки этих бы пуду по умолчанию здесь две секунды соответственно к 19 свечу приходят выпаду такими что у него разница между мы сочи и максимум эйдж становится уже одна секунда а следующий выпаду придет через 2 то есть за это время буду имеющиеся у него выпаду гарантированно устареет то есть длина максимальная длина вот этой вот цепочки не может превышать 18 свечей считая ску с корнем 19 форвард давай время задержки это не задержка продвижение выпаду эта задержка как вы потом ее увидите как сейчас станет ясно при переходе к вот этапу построения дерева к этапу продвижения форвардинга данных в чем необходимость этой задержки тоже сейчас скажу все вот эти вот времена секундах хотя времена здесь достаточно большие размер полей достаточно большой по 2 байта в классическом стп там секундах так теперь вот перехваченный в в шахте и стп пакет и про bridge айди вот root айди либо bridge айди замечательно и так свечам нужны идентификаторы в качестве идентификаторов можно использовать mac адреса например те должны быть более менее уникальны как именно mac адреса свечами используется кому в принципе нужен адрес тому кто является отправителем чего-то или получателем если устройство прозрачное ничего не отправляет лично от себя и ничего не получает лично для себя а просто принимаете чужой трафика передает адрес ему вроде как и не нужен то есть простейшие неуправляемые свечи mac иметь не будут но они и стп не поддерживают второй вариант свеч управляемый но управляемый через специальный менеджмент порт в этом случае mac адрес нужен только этому менеджмент порту то есть когда на весь свеч присутствует один единственный порт с mac адресом третий вариант который использует huawei когда маки есть у всех интернет портов то есть управлять свечом можно через любой порт но при этом у всех портов мак одинаковый то есть один мак на все порты и последний четвертый вариант который использует например циска когда снова мак адреса есть у каждого из портов но у каждого из портов они уникальные то есть 48 48 портовый свеч скажем стоит у него 48 уникальных маков у каждого из портов на каждый из и свяев будет использоваться и еще один новый мак адрес расход маков у цисок достаточно большой huawei в этом смысле по экономнее далее как вы дальше увидите в ходе работы этого алгоритма протокола свечи будут меряться своими идентификаторами причем мерятся у кого меньше такой вот нетипичный случай и для того чтобы админ мог вмешаться в процесс вот эти вот сравнивание идентификаторов здесь есть еще поле приоритет дефолтное значение его 0x800 то есть одна единственная единица в старшем разряде вот этого вот глупо этого поля и приоритет можно менять как в большую сторону так и в меньшую если админ в этот процесс не вмешивается у всех свечей одинаковый приоритет тогда дело сведется опять же к тому с чего начали будут маками месяца если админ хочет вмешаться он меняет приоритет и поскольку эти биты старше их вес важнее вот это 0800 в десятичном виде 32 768 то есть вот этот вот кусочек со скринцов сочиной из вая шарка рут идентификатор 32 768 bridge идентификатор 32 768 здесь дефолтные приоритеты приоритеты никто не менял классическом стп приоритет был вот такой 16 битный менялся шагом в единичку позже 802 1т вариант вышедший в 2001 году классический 802 один куб это по-моему 98 год позже свечи получили уже большое распространение появились виланы и для того чтобы устранять петли уже и в каждом вилане раздельно появилась необходимость как-то вилана различать поэтому начиная с 2001 года с 802 1т поле приоритет трактуется теперь уже вот так старшие 4 бита приоритет таким образом значение приоритета становится 16 и шаг приоритета 4096 то есть возможно его значение 0 4096 8192 и так далее дефолтные по-прежнему осталось 32 768 оставшиеся 12 бит можно использовать для обозначения например номер виланы размер вилана 802 один кутэндика как раз те же самые 12 бит соответственно и здесь видите рут идентификатор 32 768 приоритеты единичка номер вилана то есть если это классические стп где номер вилана не используется дефолтные значения 32 768 если это 802 один т идентификаторы то даже если виланы не создавались первые виланы у нас все равно будет и значение получится 32 769 то есть здесь 1 0 0 0 все нули и единичка на конце так ну и собственно разницу между хуауэм и циска и вы как раз по наличию вот этого вот поле и заметите если хуауэй используют стп вариант то вилан не участвует 32 768 дефолтные владею видите циска по умолчанию используют пвст первый лан стп вариант когда для каждого из виланов автоматически создается свое дерево и номер вилана даже если вы виланы не создавали здесь присутствует то есть там дефолт будет 32 769 идентификатор порта классическом стп 8 бит приоритет 8 бит номер порта то есть приоритет может иметь 256 значений шагом единичку потом опять же показалось что такое значительное количество приоритетов не нужно а а вот число портов 8 бита 256 портов для модульных коммутаторов использовав например дата центрах этого числа может не хватить портов может быть больше поэтому 802 1t границу сдвинули 4 бита номер то есть приоритет оставшийся 12 бит номер порта дефолтные значения приоритета 0x80 то есть по-прежнему одна единичка в старшем разряде его опять можно менять большую либо в меньшую сторону шаг смены зависит от вендора у цисок это 64 то есть возможны всего четыре значения приоритета 0x4 128 192 у huawei в соответствии с 802 1t шаг 16 то есть возможны 16 значений приоритета шагом 16 0x16 32 и так далее далее значит вот здесь вот с root идентификатор root айди bridge айди и порт айди разобрали так далее что у нас тут флаги вот это поле в классическом стп 802 1t используется два единства два флага топол джи ченч и топол джи ченч как ноль джмит и в конфигурэйшн бы подул у которых мы сочетайп 0 эти флаги тоже нулевые отличные от нуля они будут только в топол джи ченч нити фикешин до подул в у стп есть очень большой недостаток он медленно работает поэтому через некоторое время было предложено улучшение которое обозначили 802 1w это rapid спанинг 3 протокол rstp в нем протокол достаточно сильно перетряхнули добавились новые роли портов добавились новые состояния портов подкрутили таймеры и изменил содержимое регистра вот это вот в поле флагов здесь она исключительно для справки rstp практически полностью в да и таком курсе выкинули раутинг и свитчинг rstp подробно разбирался то есть в настоящее время в том экзамене который предстоит сдавать летом кто будет сдавать осталось фактически необходимость знать некоторые различия между стп и рстп детали работы и ра стп уже не рассматриваются но по содержимому вот это вот поле флагов видно что топол джи ченч топол джи ченчак нольжмин достались а дополнительно добавилась еще куча флагов проползал порт роли портов и состояние порта ленинг форвардинг проползал и агримент два сообщения использующие то есть предложение и согласие которые участвуют на этапе построения топологии хотя сам процесс построения выра стп рассматриваться не будет павкосты основная идея использования павкостов сделать автоматическое приоритетным автоматическое использование линков с большей пропускной способностью то есть при вычислении при построении дерева при вычислении веса маршрута до корня линке с большей пропускной способностью должны иметь меньший вес поэтому вот такая таблица сверху такая вот достаточно неполная и большую часть слайда полная таблица в представлении huawei то есть у например циски она немножко отличается чем больше скорость 100 мегабит гигабитные 10 гигабит и так далее тем меньший вес классический 802 1d стандарт 98 года 19 так тут опечатка вот это вот фул дуплекс должно стать халв дуплексом 19 4 2 и так далее то есть вообще вот это вот разделение между халв дуплексом и фул дуплексом я только в халвовских таблицах и увидел то есть в классическом стандарте табличка выглядела вот так только 10 мегабитный он был 100 не 99 то есть вот это вот табличка очень сокращенный вариант хаваевской же то есть вот эти вот 24 18 24 18 и 99 10 миг вот из этой полной таблицы 10 мегабитные варианты уже выкинуты главный недостаток подсчета стп по классическому варианту он не имеет разницы для всех вариантов быстрее чем 10 гигабит то есть вот эти 40 там 25 гигабит еще может быть 100 гигабит разница уже не видно у них у всех одинаково в кост это плохо то есть стп создавался достаточно давно и тогда 10 гигабитных линков ну в общем то еще не существовало девяносто восьмом году про запас возможность уменьшения повкоста здесь предусмотрено в принципе тогда в девяносто восьмом году 100 мегабитные сети были самыми распространенными вот и вот эту цифру в так у циски у циски у циски по моему даже 19 дефолтное значение эту цифру то чаще всего и видели наоборот в этом стандарте наверх в сторону меньших пропускных способностей еще были скорости для 4 мегабит и между ними 10 и 116 мегабит то есть пропускные способности токен ринга для транслирующих портов 802 1h транслирующих мостов вот потом в вот этом самом 2001 наконец-то задумались о том что пропускные способности растут запаса на правильное вычисление по вкусу уже нет и 802 1t стандарте предложили новый способ подсчета когда брали 2 на 10 какой там давайте 100 гигабит это 10 так гига 10 10 9 то есть 100 гигабит это 10 в 11 10 в 11 и здесь еще получается по вкус в 802 1t стандарте 10 13 поделить на пропускную способность то есть 10 13 поделить на 10 в 11 100 агрегированный 2 на 10 в 13 поделить на пропускную способность и вот так вот и дополнительно для разделения half duplex и full duplex в 100 мегабитных ну и вообще говоря 10 мегабитных сетях huawei предлагает уменьшать по вкус на единичку сыска этим не занимается и начиная со 100 мегабит видите huawei ответ отрицает в принципе существования half duplex а то есть хабов с гигабитных вроде как практически не существовало современные хосты с гигабитными сетевыми картами вполне в состоянии через авто negation договориться о дуплексе даже со свечами то есть такого как скажем лет 15 назад когда хост при подключении к свечу работал в полу дуплексе такого сейчас нет и есть еще и у huawei legacy стандарт который в точности в тысячу раз меньшее значение имеет чем 802 1т и для 10 гигабитных кликов значение совпадает то есть на данный момент 10 гигабитные наверное самые распространенные в ядре сети лиги то что быстрее пока еще не очень распространено ну и потом это легасе то есть предполагается что новый вымрет естественно когда сеть мультивендорная и в составе свечи разных производителей нужно чтобы дерево построилась правильно то есть все свечи считали по вкус одинаково поэтому об этом нужно будет заботиться у кого в настоящее время дефолтные дефолтный способ подсчета вот этот 802 1т у цисок в линейке предназначены для локальных сетей то есть в линейке каталист свечей вот этот классический 802 1т в линейке предназначены для дата центров nexus видимо тоже т но тут я не уверен это надо уточнить то есть в любом случае если есть мультивендорная сеть вопрос правильного подсчета павкостов лежит на админе нужно провериться и проверить и убедиться что все свечи считают его одинаково процесс обработки бы пуду у нас в данном случае бы пуду передается обычный конфигурацию попадал то есть когда дерево уже построен передается одинаковым образом и так свеч 1 корневой он передает в сторону соседа configuration в пуду указывает бридж айди корневого свой а bc 102 а вот он повкост 0 бридж айди моста тоже свой и порт айди 12824 сосед принимает этот в пуду смотрит на вес входного порта зависимости от пропускной способности 20000 говорит о том что это фул дуплис гигабит гигабитный линк и сторону соседа объявляет бридж айди рубридж айди оставляя тот же самый павкост прибавляет 20000 бридж айди ставят свой порт айди ставят опять же свой следующий сосед глядя на павкост своего входного порта будет модифицировать паскост соответственно то есть павкост все время увеличивается рут бридж айди остается неизменным бридж айди каждый ставит свой порт айди каждый ставит свой таким вот образом обрабатывается бы под его при распространении по сети осталось 16 минут возможно все рассказать не успею итак работа из т.п. протокола и так первый выбор корневого моста или свеча на этом этапе каждый из свечей скромненько считает себя будущим корневым то есть каждый свеч каждый мост через все свои интерфейсы рассылает бы пуду вот такие где рут бридж айди указывает свой идентификатор павкост 0 бридж айди тоже свой и указывает номер портал вот естественно на этом же этапе принимает выпаду от соседей и каким образом они обрабатываются если цель выбрать корневой мост корневой мост тот у которого идентификатор наименьший обратите внимание приоритет 32 778 то есть эта картинка демонстрирует построение стп дерево для десятого вилана дефолтные 32 768 плюс 10 каждый из свечей передает свои выпаду принимает соседские и сравнивает указанный там порт айди бридж айди со своим если в предшедшем выпаду брич айди меньше значит тот кто это кто его прислал имеет больше прав на то что чтобы стать корневым поэтому свои выпаду свеч прекращает рассылать полученное ретранслирует в соответствии с этой схемой то есть модифицирует вот эти три нижних поля если полученный по пуду имеет больший брич айди то он просто отбрасывается таким образом через некоторое время в сети останется только один свеч который генерирует бы пуду а все остальные он будет иметь минимальный брич айди а все остальные получат это бы буду убедятся что его кунг-фу круче его брич айди меньше и свои перестанут рассылать но при этом не прекратят ретранслировать бы пуду вот это вот корневого свеча из таковых поскольку у них у всех одинаковый приоритет достаточно посмотреть на маке 0024 58 001 а 0017 вот этот вот верхний станет корнем три нижних будут не корни не корневые то есть ролей свечей в этой схеме всего два рут бридж корневой мост или корневой свеч классические двух портовые свечи у мосты простите давно вымерли но терминология в протоколе осталось то есть root bridge и not root bridge но root bridge вот этот кат 1 все остальные не корневые на этом первый этап заканчивается остался не рассмотрен только один вопрос почему наименьшить это сделано вот из-за чего то есть сеть с течением времени может модифицироваться наращиваться при этом будут докупаться новые свечи и добавляться в сеть есть неплохая вероятность что сеть моно вендорная то есть если покупали свечи какого-то вендора и они вполне себе устраивают то то что покупается для расширения сети будет того же производителя производитель естественно назначает когда мак адреса своим устройством а юай фиксированный регистрированный соответствующей конторе номер устройства последние три байта мак адреса будет наращиваться то есть вполне логичное предположение что у более поздних свечей которые позже выпущены мак адрес больше для того чтобы добавление в сеть таких вот новых свечей не привело к перестройки дерева меряются именно у кого меньше то есть более поздний свеч не приведет перестройки дерева при этом естественно жизненный цикл устройств никто не отменял боевые не бесконечны устройства старые которые были проданы много лет назад производитель естественно считает уже давно сдохшими и одни и те же номера серийных устройств могут появиться снова то есть это не железная защита от отсутствие такой вот перестройки дерева и перед добавлением нового свеча в сеть нужно проверить и убедиться что перестройки не произойдет но почему это плохо потому что обычно на уровень выше через который ближе к корню свечи дерево ставят более производительные устройства если вдруг дерево случайно перестроиться и где-нибудь на периферии в черном чуланчике будет висеть дохлый свеч который выиграл это соревнование и стал корнем и через него идет транзитный трафик этот свеч первый об этом пожалеет он просто с ним не справится далее следующий этап выборы корневых портов все не корневые свечи не корневые мосты выбирают у себя корневой порт корневой порт количество корневых портов таким образом будет соответствовать количеству не корневых свечей корневой порт он один на каждый не корневой свеч это порт через который проходит кратчайшее расстояние до корневого свеча то есть это порт на который поступали выпаду с минимальным павкостом то есть в результате первого этапа корневой свеч рассылал свои бы пуду они бегали здесь по петлям свечи их ретранслировали наращивали павкосты и при этом за счет наличия петель выпаду от корня приходили на все порты каждого из свечей то есть на вот этом вот этапе достаточно выбрать на какой из портов приходил бы пуду с минимальным павкостом очевидно что для кат 3 это будет б сюда приходили выпаду с павкостом 0 дальше то есть в первую очередь выбирает проверяется наименьший рпц рут павкост может совпасть допустим для к 4 ну да вот здесь они все f то есть fast ethernet и допустим вот для этого способа подсчета fast ethernet 100 мегабитные павкост допустим 19 ну или вот 2 200 тысяч пуховый искам 200000 то есть сюда приходил павкост с выпаду с павкостом 0 сторону соседа отправлялся бы пуду с павкостом 200000 с этой стороны тоже самое кат 4 получал бы пуду на два порта с павкостом с одинаковым 200 тысяч в этом случае он выбирает в качестве корневого тот порт куда пришел выпаду с минимальным порт айди тут вот тут картинку залезла надпись и я это не заметил порт айди то есть данном случае кат 4 сравнивает порт айди вот этих вот двух соседей приоритеты одинаковые 0024 и 001 а 1 а меньше то есть кат 4 сделает порт с джи 02 корневым леса одинаковые и еще один вариант вот для кат 2 у него тоже два претендента названия корня но они оба соединяют его с кат 1 то есть на порты d и f приходят в пуду во первых с одинаковым павкостом с нулем во вторых с одинаковым бричайги так порт один вот эти сравнивают бричайги 2 2 с одинаковым бричайги и сформировал один и тот же свеч в этом случае начинает сравнивать минимальный порт айди в пришедших то есть здесь порт айди 1023 здесь 1024 вот этот порт c имеет меньший номер порта его меньше поэтому d и f при сравнении выиграет порт д то есть вот это вот важный момент он сравнивать не свои номера сначала порт айди указанные в пришедших бы пуду и в данном соревновании победит порт д он станет корневым но допустим между кат 1 и кат 3 есть еще и хаб вот тут вот посерединке и от этого хаба второй порт идет второй линк идет тоже к свечу кат 4 то есть изначально один и тот же бы пуду вышедший из порта а коммутатор кат 1 хабом разводится хаб получил на один из портов кадр и побитого ретрострировала на два порта то есть дальше два абсолютно одинаковых выпаду придут на кат 3 в этом случае у них рпц одинаковый бридж айди одинаковый ремонт порт айди f1022 тоже одинаковый в этом случае последняя шанс к 3 начнет сравнивать уже свои идентификаторы и если здесь допустим 022 соседних допустим 023 то он уже будет сравнивать свои номера своих портов и выберет из них минимальный в этом варианте f1023 вроде бы меньше чем 1024 на победит предыдущий вариант за счет того что приславший пришедший бы пуду содержит минимальный бридж айди так это процесс выбора корневого моста так осталось 4 минуты назначенные наверное тогда в следующий раз еще раз выбора корневых сначала рут павкост потом бридж айди потом порт айди который указан вот здесь в пришедшим выпаду и в последнюю очередь порт айди свой собственный так ну ладно на этом все назначенные порты я все равно не успею так 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 Продолжение следует...